Теперь мы уходим в многомирное пространство третьей песни, где время течет во многих направлениях, где реальности, время от времени пересекаются друг с другом, где огромное маха-время, махакала покрывает все, и где работают совершенно удивительные энергии Шри Кришны, вмешиваясь абсолютно во все события Хитта Камья ради блага всех живых существ. Вот, Шри Шукадева с вами, рассказав о десяти главных темах, которые обязательно должны быть описаны в любой маха-пуране, обещает Марикшиту Махараджу, что теперь они будут глубоко заныривать в океан духовного знания. И что он делает? Он представляет удивительные вопросы Шри Шуна-Криши, заданные сути Госпами. Напомню, что Шри Шуна-Криши величайший ведический авторитет, который написал очень объемный трактат по Ригведе. Эта книга до сих пор в некоторых частях доступна, и он вошел в историю как один из величайших гьяний. И этот Шуна-Криши по просьбе мудрецовной Мишарани задает сути Госпами, сыну Рамахаршу Насуты, вопрос, возвращая его к началу дискуссии. В первой песне возвращает внимание к событиям Хастинапури, потому что позже в первой песне удивительный нарастающий прибой эмоций унес рассказчиков совершенно другие измерения. А все-таки сути Госпами хочется немножечко связать историю Хастинапура с историей Вриндаваны, с Кришной во Вриндаване и за пределами Вриндаваны. И поэтому он, внимательно выслушав просьбу Шуна-Криши, рассказать о Видуре, что же делал Видура в Хастинапуре со всеми событиями, предшествовавшими войне в Кругшетре. Итак, сути Госпами принимается за свой рассказ, а мы сейчас немножечко попытаемся погрузиться в историю вокруг появления Шри Видуры в Хастинапуре. Конечно же, Ямараджо, удивительному божеству, которое заведует раздачей кармы во Вселенной и наказанием грешных людей с целью их очищения, время от времени требуется отпуск. Ямараджо воспользовался самым отпуском в этот раз под видом получения проклятия от Манду к Ириши, о котором мы уже слышали в первой песне Шиманбхагаватам. И так Ямараджо воспользовался этим проклятием, чтобы принять на какое-то время более ста лет воплощение на земле и помочь Кришне в его играх в облике удивительного Видуры. Конечно же, ни одного нормального появления персонажей в Кришне Лиле, наверное, нет. Все это сопровождается удивительными всплесками эмоций. Личностью приходит в Кришне Лилу интереснейшим образом. Кришне величайший драматург, и он любит всякие сценические эффекты, их просто обожает. И так Шеривидура появляется от служанки, служанки, которые в покое. Амбики и амбалики тесно, очень любовно помогают им пережить утрату. Их супруга, который умирает от туберкулеза, оставляя их бездетными. Итак, Сатьявати, матушка ушедшего супруга Вититроверья, Сатьявати призывает в отчаянии совершенно... Испытывая полное отвращение к себе и к своей политике, понимая, что она практически уничтожила род Куру. Итак, матушка Сатьявати призывает своего сына на помощь. Ее сын Шилабья Сады, вырожденный на острове посередине ему, над Параширамуни, при мистических обстоятельствах. Он родившийся от великого мудреца, сын, недолго остается младенцем. За очень короткое время он превращается в юношу и оставляет свою матушку рыбачку, вроде бы рыбачку на острове. А сама исчезает в пространстве и при этом обещает, что будет появляться всякий раз, когда его матушке понадобится его помощь. Этот Сатьявати практически в безвыходном положении, считая себя уничтожительницей династии Куру, призывает своего сына Вьесадеева, чтобы он помог ее двум подопечным Абекенам Балике зачать, родить, скорее зачать детей, продолжить царственную линию династии Куру. Вьесадеева – отшельник, изучающий веды, составляющий свои писания, живущий десятилетия в пещере безвыходно в медитации, появляется в Хастинапуре. И, конечно же, он ни в коем случае не похож на удивительных, прекрасных, воспитанных принцев. Потому от союза с двумя царевнами Абекен Баликой рождутся странные дети. Дритараштра слепой, дритараштра и панду, больной и несколько квелый. Тогда, святя в этих видео, что хороших детей продолжить линию царствующих особо не получилось, просит царица еще раз зачать ребенка с ее сыном Вьесадеева. В этот раз умная царица посылает вместо себя свою верную служанку. И эта служанка, испытывая благоговение перед мудрецом, воссоединяется с ним. И от этого союза рождается удивительный ребенок. При таких обстоятельствах появляется Ямарач в своем воплощении Шри Ведуры, сын Вьесадеева, литературного воплощения Бога. И служанки, которые на самом деле в восторге перед садху, получают огромное благо от общения с Шилой Вьесадевой. И дают возможность династии Куру появиться удивительнейшему советнику, любящему слуге Шри Кришны, защитнику пандавов Шри Ведурик, который поддерживает род Куру своей честностью, мудростью и полным преданием своей миссии на земле. Шри Кришна, Лили.